Приветствую всех любителей шахмат, предлагаю вашему вниманию партию, которая была сыграна на турнире чемпионов на сайте chess24.com Формат быстрый шахматы, так называемый, rapid, белыми играл Хикаро Накамура, черный Магнус Карсон И Хикаро проигрывал матч, ему нужно было немедленно отыгрываться И давайте посмотрим, как американский самурай справился с этой задачей Накамура играет e4, Магнус Карсон отвечает e5, последовал ход конь f3, конь c6 Слон выходит на v5, испанская партия, и Магнус выбирает ход конь f6 Отказывается от более традиционного хода a6, последовал ход d3, укрепляя пешку на e4 Слон c5, черный пытается достаточно активно расставиться Взятие на c6, взятие пешкой, последовал ход конь bd2 Короткая рокировка, h3 играет Накамура Берут белые под контроль поля g4, ну где-то при случае уже можно будет взять на e5 Правда угрожает ферзь d4, при взятии на e5 нужно поставить на коня еще на c4 Напасть дважды, только тогда будет пешка подвисать Поэтому Магнус играет конь b7, конь c4 последовал В ответ черный играет a5, все так же предлагая взять два раза на e5, ну последует ферзь d4 с угрозой пункта f2 Поэтому g4 играет Накамура, пытается вот так вот расшириться на королевском фланге Напомню, что нужна ему только победа, поэтому достаточно агрессивно расставляется в дебюте Готов рисковать, ладья e8, ладья g1 Последовал ход a4, белые захватили пространство на королевском фланге А черный в ответ отвечает тем же самым на ферзь Итак, конь e3, коня на поле f5 Магнус терпеть не намерен, поэтому уничтожает его Слон e3, слон e3, последовал ход конь f8 Также можно было сыграть c5, b5, надвигая пешки вперед Но последовал ход конь f8, h4 Ферзь идет на поле d6, ферзь d2 При случае белые могут сделать длинную рокировку Но в принципе король на поле e1 стоит достаточно крепко У черных особо нет фигур, которые могут немедленно напасть на белого короля И этим Накамура пользуется Последовал ход c5, h5, черные играют b5 Конь идет на h4, ферзь c6 И в этой ситуации можно было попытаться прицепиться к пешке c5 ходом ферзь c3 А в случае c4 черные не угрожали побить на d3 Так как ферзь на c6 был не защищен Но Накамура набрасывает коня на поле f5 Бить как-то опасно, все-таки вскрывается линия g После чего белые достаточно быстро могут наброситься на черного монарха Поэтому последовал ход c4 Магнус ищет контроигру на ферзьевом фланге Пытаясь вскрыть игру, пока король в центре После хода ферзь b4 последовал ход a3 b3 играет Накамура Взятие на поле d3, взятие пешкой И ферзь c2, заезжает Магнус на второй ряд Нападая на пешку d3 То есть особо, конечно, идей по второму ряду нет Но пешка d3 серьезно подвисает h6 играет Накамура g6, ладья c1 точный ход И после ферзь d3 Накамура серьезно ошибается Он играет ладья d1 После чего выпускает часть преимущества Очень сильно было сыграть кони 7 шаг После чего черные фактически вынуждены были брать эту ладью Но, с другой стороны, можно, конечно, попробовать ход король h8 У белых в этой ситуации серьезный перевес Можно играть сразу и слон g5 Также очень хитрый ход ладья g3 С идеей где-то в будущем Возможно, с темпом как-то слона перекрутить То есть, допустим, на конь d7 Можно сыграть, наверное, конь c8 Допустим, если забрать коня То уже ладья d1 И теряется конь Вот так вот могла закончиться эта партия Но Накамура играет после ферзь d3 Ладья d1, нападая немедленно на черного ферзя Магнус отходит на поле c2 Конь идет на поле g7, нападая на ладью Непонятно, как теперь играть черным Можно, конечно, было бы пытаться слон e6 Магнус разворачивает слона на поле b7 Конь e8, ладья e8 Черные остались без качества Последовал крепкий ход f3 Укрепляя свою пешку на поле e4 И теперь белые стоят, конечно, с перевесом значительно Последовал взятие на a2 Ферзь b5 был достаточно серьезный такой ход Нападая на две фигуры После ладья d2 Ферзь b1 шаг Король f2 Теперь ферзь опять под боем Последовал ход a2 Пешка идет вперед, защищая своего ферзя Ферзь c3 Накамура берет под контроль поле a1 Не давая превратить ферзя Ладья a8 Магнус настаивает, но зевает Серьезные угрозы со стороны белых Ладья b1 Взятие на b1 Новый ферзь на доске Но ферзь e5 После чего Магнус сразу же сдался Дело в том, что на естественный ход Конь e6 последует слон d4 И, допустим, король f8 Попытка убежать Брать, естественно, этого слона Нельзя из-за ферзь g7 мат Если же попробовать убежать королем То черные не достигают своей цели После входа слон e7 Следует ход слон f6 на доске шаг и мат По линии d все-таки мы отнимаем поля Также стоит отметить, что В случае вместо конь e6 ферзь e1 Это не спасает Все тот же ход слон d4 На ферзь d4 ладья d4 Да, вроде бы тут какие-то две фигуры есть за ферзя Но, конечно, мало Конь e6 Ладья лезет на седьмой ряд Нужно как-то защищать будет в будущем пункт f7 Допустим, если пойти слон c6 То просто ладья e7 И непонятно, какой ход делать следующий То есть на ладья f8 Ладья f8 С идеей укрепить пункт f6 Последует все равно Либо с ферзь f6 сразу Либо ладья e6 сразу Потому что на взятие последует мат Если же не брать Сыграть f6 То можно позицию усиливать как угодно Угодно можно ладья f6 Позиция выиграна Поэтому после хода ферзь e5 Магнус Карлсон вынужден был сдаться Всем, друзья, спасибо за ваше внимание Если нравится, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем добра и хорошего настроения